Открытый урок для тех, кто только недавно надел казачью форму, проводят воспитанники старших классов. Для юных казачат они наставники, пример во всем. Военные выправки, дисциплини и, конечно же, учебе. До выпуска Евгению Горинову и Андрея Водопьянову осталось чуть меньше года. Но они уже точно знают, куда пойдут дальше. С самого детства решили служить родной стране. Я еще с первого класса знал, так как у меня отец военный, офицер. Я знал, кем я хочу быть. Я хочу быть защитником своей Родины. Когда идешь в форме по улице, сразу заметно, на кого смотрят. Есть чувство гордости, чувство собственного достоинства. Когда ты понимаешь, что ты в ответственности перед людьми, и они гордятся тобой. Евгений Горинов и Андрей Водопьянов одни из тех, кто ездили в Москву отстаивать честь родного училища. Говорят, было непросто. Более 30 кадетских корпусов со всей страны, несколько этапов и десятки заданий. И вот оно заслуженное первое место и премия в 3 миллиона рублей. Поздравить Новороссийский казачий кадетский корпус приехали председатели совета при главе государства по делам казачества, губернатор Краснодарского края и атамам Всероссийского казачьего общества. Пожалуй, самый главный момент торжества – передача знамени президента России училищу. Училище принимает эстафеты у Ейского кадетского корпуса. Второй год подряд знамя президента России остается на Кубанской земле. Для края это большая ответственность. И очередное доказательство здесь воспитывают достойную смену предкам, тех, кто продолжит традиции кубанских казаков. Уверен, что это победа, победа всего коллектива кадетского корпуса, победа преподавателей, победа кадетов. Это победа не просто название лучшего, это некие стандарты, ориентиры на дружбу, сотрудничество, взаимодействие, на то, чтобы лучшими практиками, лучшими умениями и навыками выделились с кадетами всей страны. Второй год президентское знамя находится в нашем крае. Второй год оно находится у кубанского казачества. Это для нас и почетно, и ответственно. Я хочу поблагодарить Анатолия Анатольевича Серышева за внимание к нашему краю и, безусловно, Татьяна Юрьевна за решение. Я думаю, это заслуженное решение. А, как сказал Анатолий Анатольевич, молодые, активные ребята, они в жизни докажут, что могут быть победителями не только во время учебы, но и победителями в жизни. Это намного важнее и нужнее, чтобы подтвердить знамя президента. Уже своими делами, своими действиями, своими результатами, жизненными результатами. И край, и страна нуждаются в вас. В стенах Новороссийского казачьего кадетского корпуса растут будущие атаманы. С 7 по 11 класс ребята изучают как школьные предметы, так и военные науки. Весомую часть в расписании занимает и боевые искусства. Очень важная деталь во всем этом – дисциплина. Подъем ровно в 7 утра без всяких поблажек. Многим подросткам такой режим покажется строгим. Но эти ребята выбрали свой путь осознанно. Вы осознанно все пришли учиться в кадетский казачий корпус. Я, насколько знаю, ваша подготовка, ваше обучение спортивное и в целом достаточно высокое. Мы все, кто стоит на этой площади, верим, весь край верит. Ваше успешное будущее и успешное будущее нашего кубанского казачества. Вы молодцы. Вы просто молодцы. И запомните, ребята, что мы, казаки кубанского казачьего войска, ждем вас после окончания этого учебного заведения. Вы нужны нам. Вы нужны нам в казачьих обществах. Вы нужны нам, потому что вы, выйдя из этих стен, уже практически готовые атаманы первичных, районных и отдельских казачьих обществ. И вы точно так, как ваши предки или наши предки, будете верой и правдой служить нашей великой Родине. После торжественной части к почетным гостям проводят экскурсию по кадетскому корпусу. По кабинетам и залам делегацию провожают сами воспитанники училища. Здесь есть и свой зал боевой славы, комната для молитвы, кабинет технологий и пресс-центр. Но какой казак без умения махать шашкой? Кадеты продемонстрируют вам показательное выступление на плацу. Сегодня такие кадетские корпуса – фундамент казачьего образования на Кубани. Однако основы будущим атаманам закладывают еще со школьной скамьи. В общей сложности в казачьих классах и училищах обучаются около 100 тысяч человек. Они живут традициями своих прадедов и с чувством восхищения, говорят о Родине. Такая молодежь – это надежда и опора Кубани, уверен губернатор. И сегодня важно сделать так, чтобы она принесла пользу своему краю. «Агатий выпустился, уже здесь работает. Под Кребай, Вадим, тоже самый местный парень, работает уже здесь, получил высшее образование в Москве. Работает здесь, вернулся на Кубани». «То есть все с высшим образованием, ребята? Получили высшее образование и выходили в Край?» «Из 37 выпускников этого года 35 поступило в высшее учебное заведение, 25 осталось на Кубани. Это здорово». «Здорово, для чего все это и делается. Это кадры, которые будут делать будущее. И экономики, и всех своих жизней на своей малой уровне. Вот для этого мы...» В Новороссийском казачьем кадетском корпусе обучается более 200 человек из разных районов края. Воспитанники уверены, звание лучших они смогут доказать и в следующем году. «То есть все с ним, и все с ним, и все с ним. 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 И все с